Короче, привет! Меня зовут Алина, и в помощь всем семиклассникам, если у вас такой учебник, сейчас мы выполним домашний опыт, я постараюсь выложить это видео гораздо быстрее, чем обычно, чтобы вы смогли, если у вас мало времени, как у меня, то просто посмотреть на результат и сделать выводы. Текст. Короче, девятый параграф — домашнее здание. И потом мы еще делаем восьмой параграф — домашнее здание. Текст. Начинаем. В два изнаковых стакана до половины налить покрашенный соком свеклы водный раствор соли. Вот, вода у нас. Сначала ее посолим. Думаю, ложки будет достаточно, пропорции не указаны, но у меня будет морская водичка. Красим. Сок свеклы добыла. Да, я в соковыжималке выжимала свеклу. Это нормально. Еще выливать, наверное? Аппарат рассказывает, что все. Как-то многолосенько получилось. Перемешаем. Яротый цвет получился. Прикольно, кстати. На бордовочке кокаси. Так. Наливаем одинаково два стакана. И... Беленький стол был. Вроде ровно. Теперь по краю наливаем обычной воды. Вот. Как бы это аккуратно сделать? Как я предполагаю, она не должна была смешиваться. Ну ладно. Прекрасно. Растоленый раствор свеклы. Ну все, хватит, наверное, да? Хватит. Итак, короче, по условию. Один оставляем на столе, другой в холодильник. Все, давайте посмотрим. В результате этого опыта мы начнем делать другой. Итак. Короче, берем водичку. Берем масло. Тут желательно, конечно, машинное. Но так как у нас нет машинного, будем делать солидковое. И да, напомню, это восьмой параграф. Тоже домашнее задание. Так, короче. Налейте в таз, у меня тарелочка, воды. И капните, по возможности, малую каплю масла. Масла лучше машинного. Ну и посмотреть, что будет. Так как нет машинного, мы будем использовать оливковое. Прямо, конечно, каплю, значит... Ой, это сейчас была капля, нет? Ну типа вот, оно не смешивается, плавает. Не видно, наверное, камеру. Короче, вот тут капельки. Вот где они тут. Вот, короче, капелька. Короче, вывод. Масло просто не тонет. Плавает на поверхности, потому что оно легче воды. И не смешивается с водой. Да, я, конечно, ожидала другого результата. Потому что это я знала, что оно просто не будет смешиваться с водой. Ну, такое, знаете. Ну, короче, смотрите, оно растекается тоненькой-тоненькой пленочкой. По всей тарелке уже три капли. И они уже заняли почти пол тарелки. То есть, мне кажется, они еще больше расплывутся. Вот, то есть, если подумать, то если в каком-нибудь океане разозльешь какое-то масло, там, бензин, то оно, получается, растекется по всему океану тоненькой пленочкой. Короче, прошло 15 минут. Вот так выглядит. Я думаю, что стаканы тут достаточно сложно догадаться, где из холодильника, а где нет. Ведь ничего не изменилось. Кроме тут стенки-то потери. По свойству эти фути, в холоде частицы должны были смешиваться медленнее. Но ничего не произошло. Вообще, кому интересно, я могу поставить это на ночь в холодильник, а это оставить на столе. Короче, читайте в описании, кому интересно узнать, что у меня в конце концов получилось. Ну, вот, честно, я ожидала, что, например, то, что было в холодильнике, оно, например, примерно разделится. Где-нибудь соленая вода, допустим, потом свекольный сок и так далее. Но это лишь мое предположение. Все же, если вам интересно, читайте все в описании будет обязательно. Ну, вот такие получились опыты. Надеюсь, я хотя бы чем-то вам помогла. Хоть я чутка ухожу. Ну, ладно. Короче, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока. Ну, надеюсь, я хотя бы вам чем-то могла, и во двойку не получится. Ну, хотя бы тройку за старание.